Каким был Саров, когда наши бабушки и дедушки в него только приехали, как они жили, по какой моде одевались, во что играла детвора. Возможность окунуться в прошлое подарит горожанам ретро-квартал «Перекличка» в стиле 50-х-70-х годов, который откроется на танцплощадке парка имени Зернова 12 июня в 15.00. На память об увлекательном путешествии во времени можно будет сделать фотографии в тематической фотозоне «Наш старый двор». У нас есть очень интересная зона со старыми фотографиями, которые предоставлены нам городским музеем. Это уже такие реликвии, которые хранятся. И мне кажется, будет очень интересно, потому что некоторые горожане смогут узнать в них своих родственников, родителей, бабушек, прабабушек. В праздничной программе примут участие артисты Саровского драматического театра. Попробовать свои силы горожане смогут в популярных играх середины прошлого века – «Домино и шашках». А для любительниц ретро-моды на танцплощадке своей двери распахнет салон красоты «Чародейка», где желающие смогут сделать макияж и укладку прошлых лет, а также выбрать аксессуар для фото. С трех часов гостей будут ждать и на набережной парка. Нам предоставят свои экспонаты и музей 1945 года военно-исторической реконструкции. Мы просим у них, чтобы они нам дали показать горожанам выставку техники, велосипедов. Алексей Викторович Морозов обещал нам дать, чтобы мы могли показать нашим детям, как раньше продавали соки воды. То есть специальные вот эти конусы, трехлитровые банки с соками. Концепция праздника «Саров. Вчера, сегодня, завтра». Своеобразным мостом из «Вчера в завтра» станет агитстенд «Письмо потомкам». О будущем также расскажет выставка работ «Я и Саров. Мечты о будущем». Свои творения покажут сотни юных художников из общеобразовательных школ, кружков, студий, школ искусств, художественной школы нашего города. Уличный вернисаж откроется в 10 утра на проспекте Музруково. Так как 12 июня – День России, это особый такой день, естественно, мы проведем флэш-мобы. Россия объединяет. То есть это будут участники и танцевальные коллективы. Наша постоянная участница – коллектив Ани Козловской. В этот раз еще Людмила Друзягина, школа 14, присоединяется к нашему флэш-мобу. Откроет праздник в 10 утра детский велопарад «Ветер в колесах» в парке Насосино. А завершится он выступлением кавер-группы из Нижнего Новгорода, диджей из Москвы и оркестра военной части 34.50 вместе с Олегом Лазукиным в парке Зернова. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.